Краткоствольное огнестрельное оружие, а именно пистолеты, никогда не разрешат в России. И вот почему. Длинное оружие это спорт или охота, пистолеты это самооборона или спорт, а стрелковый спорт у нас в жопе. Следовательно, для самообороны никто легализовывать пистолеты не будет. Негативное отношение ко всему оружию в обществе также не способствует тому, чтобы пистолеты начали разрешать. Тенденция новых законов такова, что скорее у нас запретят все оружие, чем разрешат пистолеты. По большому счету, пистолеты в России и так легализованы, только очень для узкой категории граждан. Так что те, кто может, и так купят, а тебе нельзя. А теперь обо всем этом только поподробнее. К бою! И товарищ, сегодня мы с тобой пошебуршим не в самой приятной теме, которая уже долгие годы не дает покоя не только околооружейному сообществу, но и всякого рода обывалам и говорящим головам из телепузера. Первых бесит сам факт, что им что-то нельзя, а вторым даже повод не нужен, им только раскудахтаться дай. Кострольное нарезное оружие запрещено, и у криминала есть. Но для начала надо понять, кто такой этот ваш короткоствол. В нашем оружейном законодательстве четко написано, что юзер может владеть оружием не короче определенной длины, а если быть точнее, не короче 800 мм. И получается, что в наших реалиях короткостволом будет считаться любое оружие, которое выпадает из этой длины. Будь это пушка короче на 5 см, по нашему закону это уже короткоствол. Но давай по-честному, никто не обидится из-за того, что его калашик нельзя сделать покороче, потому что все хотят пистолет. Так что говорим короткоствол, имеем в виду пистолет. Позиция властей. Ты сам ее знаешь, короткоствол в России запрещен, и никто разрешать его не собирается. Однако все-таки стоит заметить, что в России существует травматика. Вещь за пределами СНГ вообще особо неизвестная. Так что власти ты, конечно, можно ругать за то, что пикаль себе не купить, но хоть какую-то альтернативу они тебе предоставили. И хоть в каком-то обрезанном виде, но пистолет себе заиметь можно. А вот в остальном мире, если пистолеты нельзя, то их в принципе нельзя, ни в каком виде. И да, я, конечно, понимаю, что мед говном не заменить, но если проголодаешься, то схаваешь. Ауф. В целом, иногда сверху приходят странные заявления, что сейчас все разрешат и легализуют. Выдадут пистолет, свисток и отправят маршировать. Однако, каждый раз это остается всего лишь пустым трепом. Точно такие же разговоры ходят и про легализацию марихуаны. Однако, толку от них тоже нет. Конечно, можно вспомнить старые времена. Тогда пушку мог себе купить каждый макак. Но в те же времена в аптеках продавался морфий и опиум. Все меняется, и многие вещи со временем переводят в разряд нелегальных. Глядишь, лет через 10 и квадрокоптеры будут тоже только по лицензии. Да что уж там, уже сейчас их необходимо регистрировать в обязательном порядке. А через пару лет, сам не знаю, что будет. Позиция оружейного сообщества. Это мы с тобой. И мы, конечно же, за все хорошее и против всего плохого. Дайте нам в руки пистолет. Мы никого не будем стрелять и будем вести себя хорошо. Очень убедительно. Правда. А ганжубасник тоже просит легализовать марихуану. И обещает не бузить. Однако профита от этого никакого нет. Скажу тебе проще. От твоего желания иметь пистолет в бардачке ничего не изменится. Это, блин, так не работает. Независимо от того, длинный у тебя ствол или короткий, если тебе прострелят колено, то понадобится медицина. И лучше всего подойдет медицина от ЛИФ. Ребята производят широкий спектр товаров, которые спасают жизнь, чтобы подлечить своего братишку или даже самого себя. У ЛИФ ты найдешь все, что нужно для штурмовой аптечки. И даже саму аптечку. Декомпрессионные иглы, шины, носилки, бинты, бандажи, ножницы, марли, тампонады и ппшки. Медицина от ЛИФ это продукция высокого качества, которая не подведет в самой сложной ситуации. Ссылка на ЛИФ будет в описании к этому видео. Если у тебя нет медицины, то ты обязан купить хотя бы турникет, потому что жгут должен быть у каждого. Так что переходи по ссылке, а я проверю. И не думай, что я не узнаю, если ты не кликнул. Маленькое оружейное сообщество На сервере под названием Российская Федерация обитает около 143 миллионов чебупелей, а оружием из них владеют только 4,5 миллиона бешбармаков, что составляет жалкий 2,5%, ну или около того, я плохо считаю. И ради этих людей никто не будет менять оружейное законодательство, чтобы им было тупо по кайфу. Давай по-честному, оружейное сообщество это буквально вымирающий вид. Нас пора с вами заносить в красную книгу. Отношение к легализации краткоствола в обществе. Оно негативное, как, впрочем, и к оружию в целом. Рядовой бебромен ненавидит оружие всем сердцем, однако, если предложить ему пострелять, он не откажется. Вот такая биполярочка. И подобная ситуация не только у нас в стране, а во всем мире. Безидейность и необразованность общества приводят к тому, что при предложении вилкой в глаз или в жопу раз, они выбирают сразу оба варианта. В оружии народ видит угрозу, причем угрозу почему-то лично им. Как будто бы после легалайза в тот же день все гуки завалят бедолагу без раздумий. С одной стороны, изменить эту ситуацию просто, а с другой невозможно. Этим должны заниматься власти, популяризировать оружие, популяризировать стрелковый спорт, изменять отношение к этому самому оружию. Но они это делать точно не будут. Правительство занято совершенно другим. Раздумьями как бы побыстрее запретить все эти ваши пушки. А мы с тобой хоть и можем изменить эту ситуацию, но незначительно. Я много лет рассказываю тебе на ютубе про оружие и все, что с ним связано. А ютуб думает, что этот контент и снимает монетизацию. Потому что оружие в сознании людей это инструмент для убийства. И не более того. Достаточно открыть практически любую статью в любом издании на эту тематику, чтобы увидеть, как пациенты исходят с жестью в попытках хоть как-то запретить то, что может стрелять. Тезис подобных колонок всегда один и никогда не меняется. Если разрешить оружие, то мы с вами все в тот же день друг-друг перестреляем. И я не понимаю, какая в этом проблема. Если все владельцы оружия перестреляют друг друга, так это значит, что остальным людям будет спокойно житься и оружие после этого можно будет смело запрещать. Сплошной профит, не правда ли? В обществе в принципе принято обвинять всех подряд в любой проблеме. Хикан Хиканыч насрал на парту посреди класса. Так это жестокие фильмы и компуктерные игры были виноваты. Петрович с завода застрелил соседа по пьяне? Так это оружие виновата. Но точно не алкоголь. Алкоголь здесь вообще ни при чем. Мнением людей управляют на всех уровнях, направляя их в нужное русло. И большинство в это верит, слепо скандируя лозунги, которые они услышали. Я надеюсь, хоть ты не такой и умеешь думать своим котелком. Другие страны. Когда начинаются разговоры за короткоствол, то в первую очередь вспоминают твой маленький член. А сразу вслед за этим говорят о том, что в этом вашем пиндостане оружие можно купить хоть в шаурмечной, а патроны в хозмаге. Так-то оно так, но не совсем. У соседа всегда трава зеленее. А еще он трахает твою жену. Но дело не в этом. Даже в пределах Американии не во всех штатах можно просто так купить и носить не то, что пистолеты, а вообще любое огнестрельное оружие. Попробуй-ка получить лицензию на скрытое ношение пистолета или револьвера в федеральном округе Колумбия, город Вашингтон. В странах ЕС с этим тоже большие проблемы. В Японии владение короткоствольным огнестрельным оружием гражданским лицам запрещено. Вот тебе таблица, где красным цветом выделены страны, где пистолеты нельзя. Да хрена, не правда ли? Но ты погоди, вот таблица по странам, где вообще любое оружие запрещено. Принцип тот же, красный цвет равно нельзя. Но даже там, где его можно купить, получить лицензию будет затруднительно и выбор кот наплакал. Наградное оружие. Это вообще отдельный прикол. Бак в системе, которым, правда, воспользоваться могут далеко не все. Согласно статье 20.1 Федерального закона об оружии, гражданин Российской Федерации может получить леща. Хотя нет, это другая статья. Может получить пистолет или саблю за особые заслуги перед родиной. Разумеется, такое оружие будет полностью законным. Из него можно будет стрелять и покупать к нему патроны. И по сути, это единственный легальный способ полутать пистолет в России. Однако, есть маленький нюанс. Тебя за просиживание жопы на диване никто награждать не будет. И даже если ты крутишь гайки на заводе лучше Михалыча из третьей смены, то пистолет все равно никто не даст. Эта опция доступна только на максимальном левеле, до которого ты не факт, что вообще доживешь. Впрочем, мы в России. И здесь существуют серые схемы, как затарить себе наградняк. Я расскажу тебе о них, но, разумеется, только в ознакомительных целях. При наличии достаточного количества мертвых американских президентов, наградное оружие можно просто купить. Кроме денег, надо еще знать, где его купить. Потому что напрямую в МВД тебе дадут только залупу на воротник и бутылку для приседа, но никак не желанный пистоль. А вот зная нужных людей, можно не только пиво по акции покупать, но и что-то позабористее. Оружием часто награждают влиятельных людей по договоренности. А за сумму от 50 до 200 тысяч долларов можно договориться о получении его в одной из дружественных России стран. Например, в Абхазии. Полученное за границей оружие можно легализовать и получить разрешение на его ношение и хранение. Причем каждый десятый наградной ствол российские граждане получают за рубежом. Чаще всего как раз в Абхазии или Южной Осетии. Однако не думай, что это массовое явление. На 2019 год в России насчитывалось около 17 тысяч владельцев наградного оружия. Сколько из них было получено за реальные заслуги, а сколько куплено, узнать невозможно. Если ты воодушевился моим спичем и теперь решил копить деньги, чтобы купить себе наградное оружие, то охлади траханье. У тебя на это нету ни денег, ни связей. Потому что если бы ты мог это сделать, то уже бы давно сделал. Но давай к сути. Если посмотреть на это со стороны, то это и есть тот самый долгожданный легалайз, который мы заслужили. Получить пистолет можно, но для этого придется попотеть. Конкретно попотеть. Стоит ли это того, решай сам. Но кто ищет, тот всегда найдет. Как минимум, приключение себе на шопу. А там как повезет. У меня часто спрашивают, где можно пострелять. Но спрашивают это без уважения. А я бы сразу ответил. Пострелять можно в тире мишень. Как со своего прекрасного оружия, так и с оружия тира. В мишени есть широкий выбор, как пистолетов, так и карабинов или дробовиков. Ты можешь пострелять со всего, чего хочешь. Даже если у тебя нет оружейной лицензии. Тебе достаточно, чтобы тебе было 18 лет. Приезжай в тире мишень и стреляй от души. Здесь тепло зимой и летом. А летом даже не жарко, а прохладно. Ссылочка будет в описании под видео. И больше не спрашивай, где стрелять, если так и не съездил в тире мишень. Мое отношение к легализации короткоствольного оружия. А именно пистолетов или в принципе нарезного оружия, у которого длина меньше чем 800 мм. Для многих я сейчас буду говорить штампами. Однако, если преступник хочет кого-то застрелить из оружия, ему не нужно получать его официально. Ему не нужно делать оружейную лицензию. Он купит его на черном рынке, найдет способы его получить. Те люди, которые идут официальным путем и легально приобретают себе оружие, они им дорожат. Они понимают то, что если они будут бузить, нарушать закон, оружие отберут, а оружие стоит недешево. Оружие обвешано дорогим тюнингом. И да, разумеется, у кого угодно может слететь кукуха. Но в той же ситуации можно сказать, что человек просто зарежет своего оппонента. Почему-то в нашей стране страшным оружием считается только огнестрел. А вот ножи это абсолютно нормальное явление. Но что-то что, мелкое хулиганство, ну зарезал пару человек, и что с того. А вот если случилась перестрелка, то это однозначно будет во всех новостях. То есть проблема получается не в том, что кто-то кого-то убил, а важно из чего был убить человек. Если из огнестрела, это проблема. А вот если забили до смерти кулаками, то это вообще забейте, даже не стоит новостных сводок. Теперь про то, что все мы друг друга поубиваем, если разрешить пистолеты. Так не нужно разрешать всем, сделайте стаж на пистолеты в районе 15 лет. На нарезное оружие мы ждем 5 лет стажа, и только потом можем его купить. Почему бы на пистолеты не сделать 15 лет стажа? За 15 лет человек очень много чего понимает, в принципе, в целом успокаивается. И через 15 лет система уже может точно сказать, дебил он или нет. И даже если он дебил, то дебил мирный, и никому вредить не будет. И почему-то, когда говорят про легализацию краткоствола, все топят вот чисто, я хочу вот самообороняться. Или говорят, что все хотят самообороняться с пистолетами. Нет, я хочу стрелять с пистолета в тире, но чтобы это был мой пистолет, чтобы он хранился у меня дома. Но приезжать в тир и стрелять, мне вообще не нужен пистолет для самообороны. Зачем? Мне хватает газового баллончика и быстрых ног. Так что, отвечая на вопрос, хотел бы я, чтобы пистолеты в России легализовали, да, однозначно бы хотел. Сильно ли я страдаю от того, что краткоствол в России запрещен? Думаю, что нет. В тире все равно можно пострелять, взять пистолет в аренду или купить себе пистолет с хранением в тире. Этого, в принципе, более чем достаточно. Однако, хотелось бы больше свобод. Но имеем, что имеем, и хорошо, что имеем хотя бы это. В смысле хотя бы? Это, блин, НЛ-9 охрененная пушка, ну, серьезно. Субтитры сделал DimaTorzok